В прошлом году на защиту Родины от Ненецкого округа встали около 130 молодых бойцов. Это чуть меньше, чем в предыдущий осенний призыв, сообщают в региональном военкомате. Около 30 человек сейчас проходят службу в сухопутных войсках Западного округа. Примерно столько же попало на флот, в основном на Северной, 15 бойцов несут службу в космических войсках. Остальные долг Родине отдают военно-воздушных силах, железнодорожных и внутренних войсках МВД. Всего в прошлом году на призывной кампании побывало более 300 человек, из них временных отсрочек предоставлено половине. В основном для того, чтобы закончить техникум, колледж или училище. По состоянию здоровья вне армии оставили 30 ребят. Заболевания различные, чаще это психические расстройства, гипертония, гастрит, язва и плохое зрение. В комиссариате отмечают особых проблем, и время призыва не возникло. Зафиксирована, правда, неявка среди молодых оленеводов. Главы нескольких муниципальных образований не отправились своих жителей для прохождения комиссии. Что касается срока службы, то он пока останется неизменным. Всего год. В следующую призывную кампанию работники военкомата ожидают прирост новобранцев. Кстати, в последние несколько лет молодые люди охотнее стали идти в армию. Количество уклонистов значительно уменьшилось. Это связано в первую очередь с престижем военной службы. Министерство обороны дембелям предлагает связать свое будущее с армией. После прохождения службы любой желающий может поступить в высшее военное учебное заведение по различным направлениям. Действует льготный пакет. Проезд в отпуск и обратно за счет Министерства обороны. Получение гражданской параллельной. То есть там идет военная специальность, параллельно идет гражданская специальность. То есть он получает общероссийский диплом о высшем образовании. И проезд туда, кстати, тоже бесплатный для поступления, не засущен. Если поступил, оставившись учиться, не поступил, бесплатно возвращается. Более подробно о поступлении в ВУЗ можно узнать в военном комиссариате Архангельской области по Ненецкому округу. Телефон вы видите на своих экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова